И сегодня же в Акурде Касым Жумар-Тукаев принял участие в заседании Национального совета по науке и технологиям, на котором глава государства поздравил отечественных ученых с Днем науки и дал ответственным ведомствам ряд поручений, отметив, что чрезвычайные ситуации, возникающие в разных регионах страны, лесные пожары, аварии на теплоцентралях, землетрясения, паводки, оголили серьезную проблему – нехватку квалифицированных специалистов. Подробности в материале Батагоса Иджановой. В заседании президент начал самые актуальные проблемы в стране – паводков. Ряд регионов серьезно пострадали от сильнейших наводнений, равных которым не было более 80 лет. Глава государства подчеркнул, что правительством в оперативном порядке принимаются все необходимые меры. Однако нынешней весной страна особенно сильно ощутила дефицит квалифицированных специалистов. В трудные 90-е годы из науки ушло 40 тысяч ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого, поэтому крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны. Президент напомнил, что в прошлом году было принято решение выделить более 600 миллиардов тенге на развитие науки в течение трех ближайших лет. Наука обязана быть в приоритете развития Казахстана. Масштабные паводки, лесные пожары и землетрясения в Алматы показали острую необходимость в качественном научном прогнозе, оценке вероятности и силы воздействия разного рода чрезвычайных ситуаций. Приходится констатировать, что в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем. В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения. Ситуация требует кардинального изменения подходов к работе. Глава государства подчеркнул, что во всех сферах деятельности госорганы должны опираться на качественное научное сопровождение и только после анализов и прогнозов ученых принимать решения. К слову, в Таразе восстановят Гидромелиоративный строительный институт, а в Алматы проведут специальное сейсмологическое исследование. Сегодня среди профессоров и преподавателей университета доля специалистов, имеющих ученую степень, составляет чуть более 40%. Эти тенденции не могут не сказаться на качестве подготовки не только магистрантов и докторантов, но и бакалавров, поручая профильному министерству принять конкретные меры. В целом, дефицит кадров в университетах отрицательно влияет на уровень научных исследований. Президент отметил, что сейчас наступило время молодых ученых, проекты и исследования которых должны приносить пользу нашей стране. Образование и наука нуждаются в передовом международном опыте. Глава государства напомнил, что сейчас в парламенте обсуждается законопроект о науке и технологической политике, который призван придать мощный импульс развитию науки.